Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzongame. И сегодня мы с вами рассмотрим новый проект, который открылся 20 января 2023 года. А начать хотелось бы с вступления, которое выпустили и опубликовали сами разработчики данного проекта. Ну что, маленькие любители поиграть в GTA 5, у меня для вас есть очень интересная новость. Да-да, я знаю, что сейчас почти негде играть и везде все одинаковое. Именно поэтому год назад я решила создать свой собственный сервер с эксклюзивным модом. Чтобы вы понимали, это не очередная редага с интернета, скачанная каждым вторым школьником. Мой мод эксклюзивный и написан с нуля. Самое основное и главное правило проекта состоит в том, что на нем не будет абсолютно никакого блата. Мне не важно, медика ты, ютубер или пенсионер. А если и будем сотрудничать с вами, то просто так получить машину, дома или игровую валюту у вас не получится. Только реальные бабки. А они, как вы поняли, у меня есть. Именно поэтому скоро будет открыт лучший проект GTA 5 RP. И за счет этого обычные игроки могут быть уверены в том, что на проекте их развитие будет честным и равноправным. А такого условия я не видела ни на одном проекте. Хейтеры и диванные критики можете прямо сейчас начинать бежать в комментарии хейтить проект о том, что он скоро загнется. Ну а реальные игроки, хочу вам сказать, если играешь, играй на лучшем проекте. Открытие состоится 17 декабря в 18.00. Сервер будет называться MixRP. В день открытия я буду встречать абсолютно каждого на месте спавна. Всех жду. Ну что ж, вот такое вот видео выкатили разработчики перед открытием, которое, к сожалению, не состоялось в заявленную дату. А состоялось только через месяц и уже в 23-м году. Но интересно здесь даже не дата открытия, а то, что заявляет эта девочка. Давайте прослушаем внимательно. Чтобы вы понимали, это не очередная рыдага с интернета, скачанная каждым вторым школьником. Мой мод эксклюзивный и написан с нуля. И написан с нуля. И написан с нуля. И написан с нуля. Ну что ж, давайте зайдем и посмотрим, действительно ли это так, действительно ли это уникальный мод и действительно ли он написан с нуля. Ну а начнем по традиции с меню персонализации этого проекта. Ну и вот как оно выглядит. Ну и сразу же из плюсов могу сказать только про шрифт, который написан крупно и ярко. Все остальное же перед вашими глазами. Локация подобрана, ну не знаю как это назвать. Локация как локация, казалось бы, но вот только почему-то все предметы, которые находятся за персонажем, висят в воздухе. А видимо раньше это были полки. Ну и сам персонаж, вы видите как лагано и дергано, он дергается. Еще один плюс могу отметить, что убрана анимация. Он больше не кривляется, как это обычно мы видим в меню персонализации. Когда вы настраиваете своего перса, он начинает крутить башкой влево-вправо, мешая вам настраивать внешний вид. Здесь же анимация убрана, но вот окружающая среда, на мой взгляд, сделана очень безграмотно. Видимо раньше эти предметы находились на полках. Полки удалили, ну или забыли их на место поставить, не знаю по какой причине, но все сзади персонажа висит в воздухе. По самим настройкам отметить чего-то хорошего я тоже не могу. Урезанный функционал, не очень много бородок, не очень много причесок. Ну в общем-то вот все сейчас перед вами. Не самое плохое меню, но и чего-то прорывного я в нем тоже не увидел. Настраиваем своего персонажика и выходим в открытый мир. Ну а я прямо сейчас уже всех жду на респавне и готова ответить на все интересующие вас вопросы. До встречи в игре на MixRP. Ну и как вы наверное догадываетесь, никто никого ни на каком респавне не встречал. Да и было понятно, что ни на какие вопросы ответить она не сможет. Даже этот фальшивый текст был заучен не очень грамотно. Ну мы не будем на этом обострять внимание, никто не встретил так не встретил. Так еще и зайти на сервер было крайне тяжело. Меня например встретила вот такая вот картиночка. Вряд ли такое количество серверов создали сами разработчики. Это им кто-то помог. Конечно же недоброжелатель. Но сам факт того, что они не позаботились о защите, показывает сам за себя. Ну и мы заходим на проект, на котором нас никто конечно же не встретил. Проект называется Mix. И он носит одноименное название со своим, наверное прямым разработчиком или держателем с ютуба. В общем-то вот картиночка перед вами. До этого момента я не знал о существовании и творчестве данного канала. Но посмотрев несколько видео я понял, что ему не составляет труда создать вот такое вот постановочное видео с девочкой, которая разъясняет о том, что у него есть уникальная сборка или уникальный проект, написанный с нуля. Постанова здесь во всем. И в том, как он покупал этот сервер, все очень здорово срежиссировано. Ну а о нас касается сам проект. Который встречает нас квестовой линейкой, ознакомительной квестовой линейкой, которая есть на этом проекте. Но это не оригинальная. Это переделанная квестовая линейка. А почему я так говорю? А для того, чтобы понять, что это за проект, можно просто открыть карту. И если вы, как и я, знакомы с множеством других проектов, а у меня за плечами уже около 300 обзоров, вы без труда узнаете в этой сборке некогда существовавший проект GTA GO. GTA GO был не оригинальный. Он был купленный. Это была бывшая зарубежная сборка, переведенная на русский язык. В дальнейшем GTA GO был переименован и открылся еще раз. На том проекте я тоже побывал. И вот это третья реинкарнация GTA GO. И вспоминаем вступительный ролик. Что это оригинальный, написанный с нуля, мод. А это не так. Вот поэтому я и сказал, что это не оригинальная линейка. Потому что в базе была оригинальная линейка, связанная с преступным миром. Я ее показывал на своем обзоре. К сожалению, YouTube срезал мне качество. Обзор на GTA GO у меня остался на канале. Но качество осталось только в 360. Зачем это сделали на YouTube, я не знаю. Но в дальнейшем, чтобы не быть голословным, я буду вставлять видео вставки именно с проекта GTA GO. Которому уже, между прочим, два года. Ну и на том самом GTA GO, в этой самой линейке, нам давали автотранспорт. Бывший наш друг, который ждал нас, пока мы освободимся из тюрьмы. Он давал нам автомобиль и посылал нас по разным местам. Здесь примерно то же самое, но только автомобили вам не дают. Дают бесплатный, первый бесплатный мопед. Ну и посылают нас тоже так же по разным точкам. Но только тексты здесь везде поменены. Ну давайте быстренько пробежимся по этой квестовой линейке. И начнем досконально рассматривать данные, написанные с нуля, проект. И начать хочется вот как раз с этого звука, который повешен здесь на все. Это звук «Пристегните ремень». Но он повешен и на мопед. К тому же еще и на мопеде есть второстепенный какой-то побочный звук. Когда вы ездите на мопеде, не знаю, слышно ли это будет на видео, но параллельно идет какой-то звук, похожий на работу трансформатора. Он не прекращается даже когда вы уходите с мопеда. Он все равно где-то рядом с мопедом повешен. Зачем? Почему? Не знаю. Скорее всего это баг, это косяк. Такого звука быть не должно. Но, как говорят разработчики, они победили все баги. Ну, видимо, это не баг. Это так задумано. Ладно, мы выдвигаемся в мэрию. Мэрия, кстати говоря, мне понравилась. Выполнена она неплохо, но есть какая-то проблема с нагрузкой. При подходе к этой вот мэрии есть проседание по FPS. Ну, сама по себе мэрия сделана неплохо. Красиво я такого интерьерчика, если честно, не припомню. По-моему, это какой-то свой интерьер, который здесь повешен. Ну и, в общем-то, все. Мы заходим в мэрию, разговариваем здесь с неписями, которые нас посылают дальше. И первое задание посетить несколько автосалонов. Почему именно автосалоны? Да, наверное, я вам на это не отвечу. Да и вообще не надо искать никакой логики в этой квестовой цепочке. Она сделана просто так. На отцепись. На самом деле, мне и на GTA GO не нравилась квестовая линейка, потому что она была не до конца переведена и как-то очень странно обрывалась. Из чего я и взял, что она не доделана до конца. Ну и здесь тоже особого смысла мы, наверное, искать не будем. Нас будут гонять по этим вот автосалонам. Заодно и посмотрим, как они выглядят. В общем-то, и все. Наверное, это и была цель разработчиков ознакомить нас с новыми интерьерами. Хотя интерьеры на самом деле не все новые. Да, интерьер мотосалона мне понравился. Я такого не видел. А вот автосалоны я такие уже видел. Это не новые. Не могу сказать, что не удивили меня цены в автосалоне. Так, например, мопед, вы это сейчас могли видеть, стоит 2000. А велосипед стоит 40000. Где логика, хотелось бы спросить, но хрен его знает. Это проект, написанный с нуля и был доведен до идеала. Поэтому, ну, наверное, так оно и должно быть. Сейчас вы это все, в общем-то, видите на своих экранах. Почему так? Да хрен его знает. Это же проект, написанный с нуля. Также мы можем посмотреть и на цены, которые представлены в этих автосалонах. Да, не все цены я вам покажу. А бюджетный сегмент, который тоже здесь есть, наверное, посмотрим в самом конце. Ну, для того, чтобы понимать, какие здесь цены на проекте, да, какая экономика, какие вообще машинки представлены, быстренько их обижим взглядом. Ну, и, наверное, будем выдвигаться в обратном направлении, потому что нас ждет следующее задание по этой вот квестовой цепочке. И для продолжения мы возвращаемся обратно в мэрию, к этому неписи, который нам предлагает ознакомиться с интерактивным меню, после чего он отсылает нас на ферму. И вот это, надо сказать, единственное отличие от GTA GO, на котором этой фермы не было. И, видимо, вот этот вот скрипт на рабочее занятие фермера и разрабатывали разработчики проекта Микс два года, а потом еще два месяца допиливали. Наверное, так, потому что все остальное это один в один GTA GO. Ну, а мы с вами отправляемся на ту самую ферму, на которую нас отправил NPC из мэрии, для того, чтобы заработать первые деньги и следующим шагом получить права. Подъезжаем на эту точку, и тут начинается буйство всего-всего. Во-первых, здесь слишком много точек. Здесь есть точка продажи инструмента и семян. Есть точка, которая задействована всего один раз, вот по этой вот линейке квестов. В дальнейшем она будет просто мертвым грузом. Есть точка полива растений, то есть там, где надо наполнять лейку. Ну и есть точка, где нужно непосредственно работать. Еще одна точка, это в порту, куда весь урожай надо будет вести. Слишком много точек и слишком большой разброс. Далее этот скрипт очень и очень странный. Во-первых, вам дается начальный уровень в три стандартные лунки. Все остальные лунки для вас недоступны, только откроются со вторым уровнем. Прокачка очень долгая и нудная. Так как нас было очень много, лунок просто не хватало. Мне приходилось сажать в начале поля, в середине поля, в конце поля, ну так, где были свободные лунки. Так как я не сразу понял, в какой момент надо поливать, некоторые из моих посаженных семян превратились в пни. Ну и вы можете заметить, что таких пней на поле много. То есть не все понимают, в какой момент вообще нужно что-либо делать. Ну и потом вы пять минут тупо сидите, ждете, когда что-то произойдет. Ну а потом происходит то, что появляется какое-то растение. Если вы, например, посадили банановую семечку, вырастет здоровенная пальма. И тут же ее надо убирать. То есть она появилась, и тут же ее снимаете. Если вы посадили яблоки, вырастет что-то типа яблони. Ну и так далее. Вырастают огромные кусты, деревья, пальмы, какие-то маленькие-маленькие капустные листочки. Хрен пойми, что вокруг творится. В принципе, задумка этого скрипта неплохая. Но исполнение такое себе. Ну и вообще, по интересности, я бы сказал, ну, наверное, два из пяти. Абсолютно неинтересно. Если касаться меню магазина, который здесь есть, где можно покупать инструменты, или семена, то, в общем-то, придирок не было бы, если бы это не было точно такое же меню, которое было на GTA GO. Просто немножко перерисовано. Как, в общем-то, и инвентарь нашего персонажа. Он один в один, какой и был на GTA GO, только блоки немножко поменены местами. А так это один в один. Но работает это меню не очень корректно. Ну, а нам с вами предстоит двигаться дальше по этой квестовой линейке. И для этого нам надо посетить автошколу и получить права категории B. Вообще, какие права надо получить, в линейке не написано. Просто, наверное, B. Ну, а что же еще? Но по пути я заскочил в порт, чтобы продать тот самый урожай, который у меня остался. Как это выполнено, вы видите. Подходим на точку и выскакивает. Вы хотите продать за определенное количество. Сколько что стоит, понятия никакого нету. Дороже бананы или дешевле? Надо покупать помидоры или яблоки? Хрен его знает. Просто вы хотите продать? Да. Вот таким вот образом здесь сделана продажа того, что вы вырастили и собрали. Ну и далее, по пути все ту же автошколу я заскочил в магазин, потому что уже жажда и голод меня настигали. Как я и говорил, здесь все точно так же, как на когда-то существующем проекте GTA GO. Вот вы видите магазин на этом проекте и вот в правом верхнем углу магазин с GTA GO. Один в один. Точно так же, как и на GTA GO, так и здесь продажа еды находится не в магазинах, а в отдельных бургерных. Это была тема GTA GO, она и здесь. То есть, если вы хотите есть и пить, надо искать бургерные. В простых магазинах продается простой набор, инструменты, ключи, канистры. В общем, вы сейчас это все видите. Покупаем, обратите внимание на цены, потом, когда мы займемся каким-то рабочим занятием, вы сможете определить, хорошо ли зарабатывать на этом проекте или плохо. Забегая вперед, я не заработал ничего, но это случилось со мной. С вами может случиться по-другому. Так что, будем смотреть и существовать на этом проекте дальше. А дальше мы все-таки добрались до этой автошколы. Ну и тут, надо сказать, что все проблемы, какие были когда-то на GTA GO, они остались и на этом проекте. Они перешли сюда по наследству. Разъясню, в чем же дело. На GTA GO существовала система двух карт. То есть, когда вы сдаете, вы сейчас видите, как происходит сдача теории, вы переходите на практику. А вот практика, вождение, происходит на параллельной карте. То есть, проект существует с двумя картами. Вот поэтому он очень тяжелый. В комментариях спрашивали, почему проект такой тяжелый. А потому что у него две карты. И вот эта вторая карта и система телепортации на вторую карту работала и на GTA GO некорректно. Некорректно она работает и здесь. Ну и как же это все происходит? Мы подходим на загоревшийся маркер и там стоит девочка. Девочка-инструктор. Точно такое же было и на GTA GO. То мальчик, то девочка появлялись. И они садятся вместе с вами в машину. Вот в этот-то момент как раз и переисходит телепортация на параллельную карту. На которой нам и предстоит кататься, сдавая практический экзамен. Но надо сказать, что здесь они не смогли победить даже выезд с этой территории. Надо бить машиной, чтобы эти столбики опустились. Дальше появляется трафик и мы существуем в этом трафике. Надо сказать, что на GTA GO трафика было много. Здесь трафика мало. И в какой-то момент он вообще пропадает. Потом нас заносит по маркерам на какую-то площадку. Эту площадку я тоже показывал на GTA GO. И там я ругался. Я говорил, что машина, грузовая машина там застревает на эстакаде. После чего ее убрали. Эстакады на грузовике больше не было. Ну и здесь по наследству пришла сюда эта сборка уже без эстакады. То есть на грузовике вы ездите просто по площадке без каких-либо эстакад. В целом, надо сказать, что ездить надо много и очень душно. Ну и когда я вернулся на конечный маркер, маркер завис. Я вышел из машины, машина пропала, тетка ни хрена не пропала и маркер тоже не пропал. И через какое-то время опять появилась машина. То есть все зациклилось. Но только вот на этой машине я ехать уже не смог. Все нахрен зависло. А деньги с меня списали. Причем деньги списали два раза. Но второй раз по моей вине, потому что я не заметил кнопку ЕС, которая загорается. Для того, чтобы вы нажали ее, что вы согласны сдавать экзамен. Я ее не заметил и пошел. Ну и с меня списали деньги. Ну и так как этот экзамен забаганный, а разработчики же говорили, что баги они все победили. Написано с нуля все. Все хорошо работает, как часы. Но тем не менее, эти часы дали сбой. Экзамен забагался. Деньги у меня списали. И мне придется возвращаться обратно на ту мною ненавистную ферму. Потому что на сдачу еще раз денег у меня уже нету. Ну и как результат, у меня нету денег, у меня нету прав. И мне даже не вылезти из этой сраной машины, потому что все зависло. Естественно, после перезахода ничего не поменялось. Денег как не было, так и нет. И сдавать на права мне мало того, что не на что, а во-вторых, он зависает. Скрипт зависает. И чинить его никто не собирается. Ну, потому что это уникальный самописный мод. Все, что мне осталось, это на последние деньги арендовать мопед и отправиться обратно на эту сраную ферму, которую я ненавижу. И по прибытию на эту ферму у меня в кармане оставалось всего 10 долларов. В какой момент, я не понял. Я его продинамил. Не знаю, когда и за что, но у меня откуда-то появилось 316 долларов. Откуда они взялись, вот хоть убейте, я не понимаю. Но именно на них-то я и купил зернышки и начал их сажать. Но если бы этим все закончилось. Видимо, в какой-то момент администрация поняла, что сдача экзаменов у них не работает. И дала объявление, что сервер закроется как минимум на час для того, чтобы исправить ошибки. И не успел я даже дочитать это объявление, как сервер действительно закрылся. А я только-только посадил зернышки. Спасибо администрации. Ну и в общем, с горем пополам, спустя 2 дня я выбрался с этой фермы. Хотя это было нелегко. Если бы точка продажи урожая находилась где-нибудь здесь, это бы упростило задачу. Но несмотря на то, что мне удалось все-таки на последние деньги купить какие-то семена, посадить, дождаться, когда они вырастут, собрать все это дело, добраться до порта мне уже было не на чем. Мне даже пришлось украсть мопед у какого-то из людей. В общем, изрядно намучившись на этой ферме, мне все-таки удалось скопить небольшую сумму денег, добраться до автошколы, которая на тот момент уже была починена, и сдать на категорию B. Какой-то ряд косяков им все-таки удалось исправить, связанных с автошколой. Но далеко не все. Потому что категорию C мне удалось сдать со второй попытки. Первый раз меня просто крашнуло. Точно так же было и на проекте GTA GO. Когда вы сдавали на грузовике, вас тэппло на вторую карту, на параллельную карту, и с вероятностью 80% вас закрашит. То же самое произошло и здесь. То есть, как я и сказал, по наследству все косяки с GTA GO пришли сюда на микс. Так что, будете сдавать на категорию C, будьте внимательны. Хотя, что вы можете сделать? Краш, он и есть краш. Ну, а если говорить в моем случае, то это уже третий откат по деньгам из-за кривожопости этого проекта. Категории C, естественно, у меня не появилось, ну, а деньги, конечно же, были списаны. Ну, и, конечно же, после краша теория тоже сваливается. Поэтому надо будет опять оплатить, опять сдать теорию, ну, и потом долго и нудно кататься по второй карте. Мне же все же таки со второй попытки удалось получить категорию C. Но эта категория нужна нам будет в дальнейшем. А сейчас хватит и категории B, которую мы получили ранее. Что же она нам дает? Она нам дает возможность устроиться на погрузчик. Опять, один в один, как это было на GTA GO. Да и вообще, в целом, надо сказать, что все точки трудоустройства находятся ровно в тех местах, как это было на проекте GTA GO. Они даже не удосужились поменять их местами или передвинуть, или сделать какую-то новую атмосферу, навести антураж. Нет, все как было на GTA GO, так все сюда и перекочевало на новый, уникальный, самописный проект. Ну и что же это за работа? Это работа на погрузчики, и как я уже и сказал, со всеми теми косяками, какие были на GTA GO. А то есть, здесь неправильно написанный скрипт. И что же я имею ввиду, говоря, неправильно написанный скрипт. Например, вы многие знаете проект GTA Live или ныне существующий проект Rise. Там есть точно такой же скрипт на погрузчики, но только когда вы начинаете приподнимать груз, коллизия и физика сваливается, и остается только текстура. На погрузчик нет никакого давления. Здесь же коллизия не пропадает, и вся физика нагружается на погрузчик, а погрузчик этот не рассчитан для реальных существующих грузов. Это просто обычная моделька. У рок-старовцев не было задачи сделать действующий погрузчик, поэтому погрузчики в оригинальной игре в синглплеерной части не возят никакие грузы. Ну а здесь, приподнимая ящик, на него действительно действует физика GTA-шки. И вы будете скрипсти по всему асфальту через все вот это вот поле. Любая какая-то пластиковая бутылка или кирпичик, это для вас будет непреодолимое препятствие. Постоянный скрежет и задевание обо все подряд. Ну и еще одна претензия это топливо. Почему-то дается всего полбака. То есть этого хватает на 10-15 ходок. Дальше опять надо менять погрузчик. Почему не дать полностью заправленный погрузчик для меня остается загадкой. Наверное потратили все деньги на разработку проекта и на топливо уже не осталось. По этой же причине наверное и оплата на этом рабочем занятии тоже непонятное. Выпадает все рандомно. То 105 то 103 то 200 то 190 то 270 как оплачивается и за что понятия не имею. Ну и конечно же здесь не обошлось без косяков. Когда вы устраиваетесь на это рабочее занятие точно так же как и на GTA GO здесь можно задать вопрос прорабу а могу ли я работать дальнобойщиком. И он вам скажет да конечно. И да на GTA GO вы могли получить категорию С и перейти на работу дальнобойщика с одним только условием вам надо было на погрузчике сделать 30 доставок после чего вы спокойно перебегали на должность дальнобойщика. Здесь же все то же самое что и на GTA GO точно так же прораб вам говорит да конечно иди но только придя туда вы упретесь в то что вас ограничивает четвертый уровень. Скажу сразу же что я за два дня не смог прокачаться даже до третьего хотя стоял в АФК часов шесть ну и конечно же нескончаемое количество багов я уже говорил что из-за багов меня откатило по деньгам и я ничего не смог здесь заработать вот еще один случай я приехал сюда на мопеде и только я отошел мой мопед угнали ну и что тут страшного угнали и угнали он же арендованный закончив смену я решил арендовать новое и да смотрите-ка мне пишут у вас уже есть транспорт хотите его заменить я нажимаю да деньги списывают а транспорта нету я опять нажимаю хочу заменить деньги списывают а транспорта нету ну и таким образом я в очередной раз просрал все то что смог заработать ну и конечно же опять пришлось вернуться на погрузчик и фармить так как на ферму я даже под дулом пистолета больше не пойду но как говорится голод не тетка а голод и жажда начинают вас убивать с 50% то есть когда у вас наступает жажда и голод на половину вас начинает потихоньку убивать поэтому надо бежать за жратвой и жратва здесь совсем не дешевая я это уже показывал да и в целом надо сказать что к этому моменту я понял всю безысходность данного проекта дело в том что первый и второй уровень я докачался до второго уровня дают вам возможность работать на ферме работать вот здесь вот на погрузчике или в такси все остальное открывается с 4-го 5-го и так далее то есть в начальных уровнях делать абсолютно нечего то что я показал лично мне не понравилось от слова совсем погрузчик все время шкаблит этот звук утомляет он все время спотыкается ферма это вообще отдельная песня про которую я даже упоминать больше не хочу а больше здесь заняться нечем ну и да я еще забыл добавить есть профессия электрик но в отличие от GTA GO на этом проекте она сломана во первых там не дают машины на GTA GO вы подходили на точку трудоустройства и там стояли машины которые вы могли взять и ездить на них по точкам работа заключается в следующем вам надо поехать и сделать диагностику а потом вернуться за инструментами так вот здесь нету ни машины никакого инструмента когда вы возвращаетесь инструменты вам не выдают просто так развлекая себя я сходил на работу дальнобойщиков ну естественно что меня туда не приняли потому что нужен четвертый уровень но зато там вот такой вот баг который конечно же разработчики не могли заметить это же не видно точно так же от скуки я забрел в автосалон эконом класса чтобы посмотреть сколько мне нужно денег чтобы купить первоначальную машинку ну и на самом деле я немножко подохренел потому что два дня я на этом проекте и по деньгам из-за этих кривых косяков и багов я только откатываюсь назад сколько я заработал вы можете видеть на банке у меня нету ничего кстати подъемных здесь тоже нет то есть на банке у вас как был ноль так и есть ноль и выходя с этого автосалона я поймал себя на мысли что мне больше показывать на этом проекте нечего на первых этапах нам доступна только ферма только погрузчик ну и работа в такси чтобы работать в такси нужно получить права которые я показал сколько стоит и как это получается нужно купить лицензию таксиста которая стоит недешево ну и сама машина сама машина стоит косарь а заработать на проекте где играет полтора человека в такси думаю идея безнадежная не видел я ни одного таксиста и я решил покинуть этот проект ну и подводя итог могу сказать одно это обычный GTA GO кто его знает вот он такой никакой это не уникальный мод никакой это не самописный проект это обычный GTA GO я бы даже сказал немножко испорченный испорченный какими-то кривыми скриптами и испорченный по дизайну данный проект я имею ввиду GTA GO и он открывался еще раз под другим названием это уже третья его реинкарнация уже был в онлайне и не сыскал популярности и теперь оборачиваясь назад к тому самому видео в котором девушка нас уверяет что это самописный проект это уникальный мод написанный с нуля я это считаю как оскорбление и неуважение к игрокам так нагло врать и лить в уши будущим игрокам теплое дерьмо это нехорошо а в результате выкатить сборку двух лет недавности да еще в таком плачевном состоянии это как минимум просто оскорбление и плевок в душу игрового сообщества я например как геймер из геймерской солидарности больше никогда не зайду на этот проект но тут я думаю каждый должен решать сам если вам нравится когда вас водят вокруг пальца и вешают вам лапшу на уши заходите и играйте проект открыт у меня же на этом все играйте в игры получайте удовольствие и всего вам доброго субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok